Эта лекция волновалась, я еще не пришел в себя, не знаю почему, может потому что последние публичные лекции, на которых собиралось по 300-400, а то и по 1000 человек, я читал как раз во время перестройки, в конце перестройки, в начале 90-х годов, как раз о тех, в то время, о которых сейчас пойдет и речь. Скажу так, что в принципе национальные проблемы для меня всегда были актуальными, и кто слушал мои лекции, где было возможно, я более-менее конкретно говорил, рассказывая реальные события, факты, говорил о проблемах национальных, которые были в СССР и которые есть у нас. Настоящая лекция будет отличаться от того, что я говорил, большей теоретичностью, наверное, большей проблемностью. Это связано с тем, что основой этой лекции является статья, которую инициировал мне написать отсутствующий опять Михаил Григорьевич Суслов, он просил меня принять участие в международной конференции по национальным проблемам, которую организовал в прошлом году с китайцами. Ну а поскольку я в свое время интересовался Китаем, у меня было что сказать, но потом я решил, что лучше написать о наших проблемах, чем о проблемах в Китае. И вместо двух страниц, которые он просил, я ему, конечно, ничего не написал, а написал печатный лист. Это было прошлым летом, и этот печатный лист опубликован в статье «Национальный вопрос в России. Опыт прошлого и современность. Политика-правовой аспект». Вроде бы так. Это в журнале «Вестник университета. Леведительские науки. По-моему, 10-й год». Дальше немножко вариант этой статьи опубликован в сборнике моем «Актуальные проблемы социальной философии». Поэтому, кто интересуется, может почитать там более подробно. А теперь вот о чем. В сентябре состоялся Ярославский политический форум, на котором обсуждали всякие проблемы, в том числе этно-национальные. И на этом форуме выступил Зоркин. Статья или выступление Зоркина была опубликована в «Российской газете» от 13 сентября 2011 года. Она представляет интерес, особенно для юристов. Поэтому я бы рекомендовал вот эту статью Зоркина почитать. Многие вещи, о которых пишет Зоркин, выводы, оценки, они совпадают с тем, что я писал в своей статье. И поэтому я позволю себе начать вот с чего. Зоркин пишет, что, вернее, говорил, что и я не менее хорошо понимаю, что судьба России, судьба мира сегодня во многом зависит от того, сумеем ли мы найти работающие концепции устойчивой конфликта интеграции, не конфликта интеграции таких сообществ в едином правовом поле и в едином государственном организме. Все ученые, которые занимаются национальными проблемами, как правило, пишут, что опыт решения национальной проблемы в то или ином государстве, в то или ином обществе будет иметь мировое значение. Ибо для многих полиэтнических государств, если не сказать, для всех полиэтнических государств, поликонфессиональных государств, вопрос этот является не просто болезненным, а является экзистенциональным. Ну вот, я сейчас хотел бы перейти как раз к нашей стране. Для многих исследователей и особенностей людей моего поколения, очевидно, что драматические события и начало развала СССР началось с трагедии в Сунгаите в 88-м году. Многонациональная общность, которая официально декларирует преимущество и мощи государства, оказалась, как писал об этом позже Тишков, оказалась это ахиллесовой пятой Советского Союза и не только Советского Союза. Дальше Тишков пишет, что либеральный Запад никогда бы не мог одержать победу над коммунизмом в столь драматической форме, если бы на стороне первого не оказался столь мощный союзник, как советское, в скобках, более широкое восточноевропейское понимание нации. Опасность, которая нависла перед Россией уже после Советского Союза, опасность раскола в начале 90-х годов, была осознана властью, поэтому в 96-м году была принята концепция государственно-национальной политики Российской Федерации. Но одно дело принять хороший политико-правовой документ, а другое дело его реализовать. Другое дело создать комфортные условия для полиэтнической общности, такого многонационального, многоэтнического, многоконфессионального государства как Россия, создать такие комфортные условия, чтобы каждый этнос, каждая этническая группа, какая бы большая она ни была, она чувствовала себя комфортно и чувствовала себя в стране, как в собственной стране, как в своем отечественном. Невнятная политика государства в сфере национальной политики, невнятная политика государства в сфере иммиграции, она фактически создала условия, скажем таки, условия для возможности раскола страны. Хотя еще раз хочу напомнить, или подчеркнуть, что такой опасности развала России, которая была в начале 90-х годов, сегодня нет. Но если острой опасности нет, то это вовсе не означает, что опасность отсутствует. Поэтому, несмотря на определенные экономические условия жизни в стране за прошедшие 8-10 лет, социологи фиксируют устойчивую тенденцию роста этнофобии и ксенофобии. Лозунг «Россия для русских начинает поддерживать большую часть молодежи». По исследованиям двухлетней давности, молодежь до 25 лет поддерживает этот лозунг 25%. Четверть. Около 60% опрошенных русских школьников считает необходимым ограничить проживание в России других народов и ограничить въезд других народов в России. И лишь 25% не разделяет эту идею. По данным Следственного комитета при прокуратуре, сейчас уже отдельно, Следственного комитета Российской Федерации, количество убийц на почве национальной нетерпимости с 2005 по 2009 год возросло почти 4 раза. В прошлом году, нет, в этом году, каждый месяц идут судебные процессы, где судят дела по убийству на национальной почве. Причем следует сказать, что наибольшую активность экстремистские сообщества проявляют в крупных мегаполисах страны. Это Москва, это Санкт-Петербург, это Воронеж, это Ульяновск, это Екатеринбург, и, конечно, Казань тоже, но там другая направленность национализма. Вот, буквально в начале первой декады октября, то ли, 6 или 8 октября, там был снова митинг татарских националистов, которые требовали свободу татарам. Националистические лозунги и митинги массовые, которые были при Шаймиеве, пишут специалисты, они заметно уменьшились при нынешнем руководстве. Но, тем не менее, они идут. Причем на этот митинг националистов, а это было связано с захватом Казани Иваном Грозным в 1552 году, по-моему, в октябре месяце, в связи с этой датой эти митинги проходили. Так вот, на этот митинг в Казань съехались националисты из Баскирии, из Мариэллы и других автономных образований. Рост национализма и этнической нетерпимости, которая существует в России и которая возрастает, это сказывается на установках населения, особенности молодежи. Так, если среди опрошенных этнических русских школьников более двух третий думают в будущем остаться на родине, сейчас эта цифра меньше, намного меньше, особенно среди учащихся в вузах. Я видел цифру, чуть ли не каждый третий студент высших курсов в России, особенно крупных городах, центрах, он планирует уехать из страны. Так вот, если среди русских количество желающих уехать относительно невелико, то среди этнических меньшинств эта цифра значительно выше. Так, 40% азербайджанцев и корейцев планируют уехать из страны. 80% грузин и евреев планируют покинуть Россию. Снижение толерантности в обществе приводит к тому, что не только у тех, кого считают инородцами, но и у титульных этнических групп исчезают высокие гражданские чувства к России и к Родине. Исследования показывают, что число патриотов, готовых рисковать жизнью в случае возникновения угрозы единства России, Число таких патриотов заметно сокращается с каждым годом. Лишь 20% респондентов готовы воевать ради сохранения целостности государства. 43% не готовы. В случае опасности везне на защиту своего отечества готовы стать 43% опрошенных. Иначе говоря, новую отечественную войну, если не дай бог она вдруг возникнет, нам уже не одолеют. Самое интересное здесь заключается в том, что снижение вот этих чувств патриотизма и определенного долга перед страной происходит не только по, скажем, у этнических меньшинств. Это происходит не только из-за снижения толерантности в стране, но это происходит, ради объективности это надо сказать, по причинам сугубо экономических. Имея в виду радикальные рыночные реформы, которые привели к атомизации общества, внедрению в общественное сознание ригористической морали рыночного фундаментализма, основанной на зоологическом индивидуализме и экономическом эгоизме. Вот и виновник, по-моему. Так, Михаил Игоревич, да? Да, вот он вам. Так вот, о чем речь идет? Создание среднего класса было мечтой российских реформаторов в начале 90-х годов. И этот средний класс, ну, в конце концов, правда, небольшой, но был сложным. Он, по оптимистическим прогнозам, составляет 20-22% самодеятельного населения или 14% всего населения. Мало, но, тем не менее, он есть. Он считается очень активной в социальной группе. Причем, как показывают опросы, этот средний класс демонстрирует удивительное безразличие к политике и политическим проблемам. Но этот средний класс всегда аккуратно ходит на выборы и голосует за правящую партию. А потому что эта правящая партия, она, обеспечивая стабильность, порядок, следовательно, действует его интересам. Но при взаимных симпатиях правящей власти и среднего класса, парадоксальным является устойчивое нежелание 70% этого класса жертвовать своим благополучием ради спасения Отечества. Причем, среди экономической элиты 60-70% опрошенных считают, что их дети, судьба их детей, не будет связана с Россией. Они планируют, что их дети будут жить за рубежом. И возникает вот такая парадоксальная ситуация. Власть планировала создать средний класс, власть симпатизирует этому среднему классу, это опора, стабильности. Но в то же время этот средний класс не готов защищать существующую власть, государство. Точнее, не власть, а государство. Но если в главе государства стоит эта власть, то фактически речь идет об этом же. Получается странный вывод. Мы построили государство, которое является достаточно зыбкой по своей социальной основе. Отсюда опасность существования этой власти. Поэтому создание вот этого фронта народного, раньше он назывался коммунистов и беспартийных, сейчас называется единороссов и беспартийных, это не случайное явление. Значит, речь идет о, в определенной степени, большом отчуждении большинства народа от власти. И даже та часть населения, которая не чуждая интересам власти, и она не готова по своим нравственным установкам, по своему мировоззрению воевать за этого государства. Что получается? Получается, что уроки трагедии СССР прошла нам не впрок. Ключевский перефразил ее Гегеля, говорил, что история учит, история, точнее, ничему не учит. Она наказывает за невыученные уроки. Каковы уроки этой трагедии СССР? Эти уроки можно найти в сфере теории и в сфере реальной политики. В сфере теории сейчас уже тривиально, но это факт. Первая теоретическая ошибка, которая была у коммунистов, это была идея деления наций на исторические и неисторические. Эта идея идет от Маркса Энглеса, а Маркс Энглес, в свою очередь, эту идею подчеркнули у Гегеля. В отличие от Гегеля, его предшественник, у которого Гегель многое собрал, Гердер, Гердер иначе подходил к историческому процессу. И в отличие от Гегеля, который, мягко выражаясь, не очень лестно отзывался о России, Гердер очень высоко отзывался о России. Скажем так, в работах Маркса Энглеса до 50-х годов, тоже, особенно у Маркса, можно увидеть не очень лестные отзывы, оценки России, российского народа, его ментальности. Правда, исторические события со второй половины XIX века дали основанию Марксу Энглесу заметно изменить свою точку зрения. И сначала Энглес, затем Маркс стали усиленно изучать русский язык, чтобы на языке оригинала читать русскую литературу и следить за событиями в России, ибо, с их точки зрения, центр исторического процесса перемещался из Европы в Россию. Значит, как можно подойти к этому вопросу? Есть действительно нации исторические и неисторические? Мне кажется, здесь допущена ошибка. Если такая точка зрения, может быть, была справедлива для XVIII-XIX века, и она была справедлива, и, точнее, обусловлена была европоцентризмом, а он господствует и до сих пор не только в Европе, но и в нашем политическом мышлении, научном мышлении, то сегодня очевидно, что делить нации на исторические и неисторические – это ошибочно. Ясно, что для XVIII-XIX века Китай и Индия были неисторическими нациями. Но мало кто знает, что Индия и Китай, 1700-й год – это год заката экономического могущества Китая и Индии, и воловой внутренний продукт Китая был 22,3, воловой внутренний продукт Индии составлял 23,4 от мирового волового продукта. У меня нет времени рассказывать вам о том времени, когда Китай был процветающей державой, что здесь фактически были созданы условия промышленной революции, которая возникла в Великобритании спустя 500 лет. Здесь была создана аграрная революция, которая произошла в Великобритании, наиболее развитой страны XIX века, 700 лет спустя, и много других факторов. Но сегодня мы видим, что центр исторического процесса с нового света перемещается куда? Перемещается в район Тихого океана. По данным экспертов, в 2015 году Китай выйдет вперед по воловому промышленному производству и по многим другим экономическим показателям и станет ведущей экономической державой мира. Сегодня она является второй. Но в принципе, то же самое можно говорить о Индии. Следовательно, это деление является, конечно, ошибочным. Дальше. Еще одна ошибка. Это, мне кажется, такой грубый подход к решению национальных проблем. Грубый в том плане, что к национальным проблемам бывшие советские руководители, руководствуясь, конечно, мировоззрением марксистским, то есть уровнем философии, уровнем знаний в области истории, подходили с узкоклассовых позиций. Между тем, национальный вопрос – это очень сложная и деликатная проблема. Сложная в теоретическом плане и очень деликатная в политическом плане. И просто так, с наскоком, по классовому подходу здесь решить эти проблемы нельзя. Упрощенный подход к национальному проблеме позволял выделять в любом народе, в любой нации две нации. Вот Михаил Григорьевич, наверное, помнит эти работы Ленина. Одна нация буржуазная, а другая нация трудящихся. Ну и дальше. А дальше, по мнению Ленина, и здесь он был последователь, если есть буржуазная нация и нация трудящихся, то социалистическая революция в конечном счете приведет к преодолению национальных перегородок. Так? И произойдет ликвидация национальных различий, произойдет слияние национальности. Так? Но если не завтра, то послезавтра уж точно. Что ее питало почву национализма? Почву национализма, с точки зрения наших бывших руководителей, питало исключительно экономический интерес. Вот и Сталин в своей классической работе «Марксизм и национальный вопрос» пишет, почему в Грузии нет национализма по отношению к русским. А потому что в Грузии отсутствует большой русский капитал. Но там мощно развивается армянский капитал. Да? Армянский капитал. Который подавляет средний и мелкий капитал Грузии. От супернационализма. Мне кажется, это немножко упрощенный подход. Вот эта идеологизация национальных вопросов, национальных проблем давала основание советским руководителям перед войной, это тоже фактор, который надо учитывать, перед войной полагать, что Гитлер, конечно, это фашист, но немецкий пролетариат не пойдет войной против Советского Союза. Потому что Советский Союз это родина мирового пролетаря. Это ошибка. Вот что пишет на этот счет Гельнер. Это известный английский социолог, который работает по этим проблемам, я о нем буду говорить. Недооценка национализма, отмечает Гельнер, это общая слабость двух традиций, марксистской и либеральной. И в этом заблуждении они единодушны. В двух величайших воинах нашего столетия никому не удалось обнаружить ни буржуазного, ни пролетарского интернационализма. Это действительно так. Еще одна ошибка, теоретическая, вот какая. Нация это продукт буржуазной эпохи. Нация возникает в определенную формацию, как бы, буржуазную. Но если у нации возникает в буржуазную формацию, то социалистическая революция так или иначе приводит к разрешению национального вопроса. Отсюда установка в Советском Союзе не может быть национального вопроса. Национальный вопрос в Советском Союзе разрешен раз и навсегда. Это, с точки зрения многих специалистов современных, было методологическим просчетом советских руководителей. Причем любые попытки, я это хорошо помню, любые попытки национальной интеллигенции в тех или иных республиках будировать обсуждение национальных проблем, а они себя так или иначе давали знать, они пресекались властью, они пресекались властью, причем навешивался ярлык, не говоря о административных мерах, что это есть проявление буржуазной идеологии, национализма. Среди факторов, обусловивающих величайшую геополитическую катастрофу 20-го века, а именно так Путин охарактеризовал распад Советского Союза, следует назвать разрыв между теорией и практикой. Разрыв или противоречие между декларированными принципами и реальными национальными политиками. О чем речь идет? Когда образовывалась СССР, вы из истории наверное помните, во всяком случае, я думаю, Михаил Григорьевич об этом рассказывал, была дискуссия среди большевиков, по какому принципу организовывать новое государство, государство рабочих и крестьян. Еще задолго до революции Ленин писал в работе, небольшой работе рабочий класс национальный вопрос, вот что. Он мечтал, в этой работе он пишет, он мечтал создания рабочим классом нового типа государства, в котором разные нации свободно и мирно уживались вместе или расходились, когда это ему удобно, составляя разные государства. И далее. Ни одной привилегии, ни одной нации, ни для одного языка, ни малейшего притеснения, ни малейшей несправедливости, вот принципы рабочей демократии. Откуда Ленин пришел к таким выводам? К этим выводам Ленин пришел не только на основе теоретических соображений, но и на основе внимательного осмысления реальной национальной политики в России. Он видел негативный опыт этой национальной политики. Он писал о том, что мы видим повсюду проявление политики черносотенного национализма русских помещиков и буржуазии, направленных против большинства народов, населяющих Россию. Но наряду с этим и рядом с этим и в ответ на это возникает национализм поляков, украинцев, грузин, евреев и так далее. Национализм, помните, буддизм. Так, насилие, ненависть вызывает ненависть, насилие вызывает насилие. Отсюда и мысли Ленина создать такое государство, где все народы, все нации были равны, где имели бы эти все народы добровольно соединились и имели равное право и возможность выхода из государства, единого государства, когда они этого захотят. Итак, вот эта точка зрения победила, но следует сказать, надо было видеть ту социальную реальность, в которой формировался Советский Союз. А эта социальная реальность несла в себе следы предыдущей национальной политики, которая сейчас многие монархисты это идеализируют, а ее идеализировать никак нельзя. Ну вот об этом пишет Гельмер. Советский Союз унаследовало Царской Империи невообразимое множество народов с огромными культурными и религиозными языковыми различиями. Политической организацией нового государства была попытка исправить такое положение с помощью расслоенной иерархии союзных и автономных республик, автономных областей. Но ни одна бюрократическая уполномоченная система подобных понятий не может упорядочить всю сложность реальной этнической ситуации. Еще в меньшей степени пишет англичанин, она способна уладить возникшие многочисленные этнические конфликты, не обидев одного или обоих их участников. И, к сожалению, подобные обиды стали возникать при образовании СССР, когда при отозрении границ республики союзная власть руководствовалась идеологическими, политическими и иными иногда субъективными соображениями игнорируя этнолингвистические, этноисторические, этногеографические, этноконфессиональные особенности того или иного региона. И фактически очень часто границы проводились искусственно на искусственной основе. Эти границы, которые не учитывали реальных, реалий, очень сложных реалий, они фактически породили проблемы. Эти проблемы были и в советское время, но сильное государство подавляло всякую мысль о пересмотре существующих границ. Это центральное мощное государство подавляло всякую идею по-новому посмотреть и восстановить историческую справедливость. Все, что установлено, справедливо. Более того, мне кажется, здесь господствовал еще политический тезис. Какая разница, какие границы между республиками, ведь все мы находимся в едином союзном государстве. границы. отдадим Крым России или Крым принадлежит России или Украине без разницы. Это все равно в союзе. Но никогда не думал Хрущев, чем это может отвернуться для украинцев и Россия. То же самое касается проблем Нагорного Карабаха, то же самое касается проблем территории Казахстана, то же самое касается границ центрально-азиатских сейчас же государств. Посмотрите эти границы, я об этом говорю своим студентам. Эти границы, они очень часто прямые, как границы между государствами Африки. А границы государств Африки осуществлялись в условиях неоколомиального режима. Но люди так не живут. Люди так не живут. Поэтому часть таджиков оказалась в Узбекистане, часть узбеков оказалась в Киргизии. Но и так далее, и так далее. Возникают проблемы. Проблема. Так вот, помимо вот этих вещей, которые создали проблемы в конечном счете, породили Сумгаид, а затем Нагорный Карабах, Новый Узей, ну и так далее, все это пошло по всему Советскому Союзу. Еще одно об одной вещи следует сказать. Это о массовых депортациях народов. из мест их проживания. Нельзя сказать, что политика массовой депортации есть на изобретение советской власти и лично Сталина. В 19 и 20 веке цивилизованные европейские государства не раз прибегали к этой практике. но вряд ли от этого то, что такую политику осуществляли в других государствах, от этого десятки тысяч, от может быть даже и больше советских людей, которые потеряли кровь, потеряли родину, и иногда они теряли своих близких, загнанные в тяжелые условия Казахстана, Сибири, вряд ли они найдут в этом опыте западных стран оправдание для своей судьбы. Ну, первым были выселены из Крыма армяне, а потом греки. Это в конце 20-х годов. В военное время и предвоенные оттуда были выселены турки. Турки вернулись туда. Их как бы реабилитировали, признали незаконным, а вот армян и греков нет. Я могу сказать о трагедии, именно трагедии можно сказать, не только немецкого народа, когда автономия была ликвидирована, и многие немцы более полутора миллионов приволжских немцев были фактически высланы. Тоже это не находка Сталина. Такой план во время Первой мировой войны планировал осуществить еще Николай Второй. Но революция не позволила это сделать. А что означает эти полтора миллиона? Это два с лишним миллиона уехавших из России немцев, которые фактически являлись золотым фондом трудоспособного населения. Аккуратность немцев, их трудолюбие, их мозги трудно переоценить. Я не националист, можно по-разному подходить к цыганам и прочим, но немцы есть немцы. И таких примеров можно привести очень много. Чеченцы, Ингуши и так далее. Азербайджанцы из Армении 30 тысяч были выселены оттуда. Вот эти массовые депортации фактически говорили о нестыковке нестыковке декларированных принципов равенства всех народов и реальной политики. Это означало, что есть нации и народы благонадежные, а есть неблагонадежные. Это вытекало из того, что в советское время по статистике было более 130 наций и народностей. Но обратите внимание, выделялись нации и народности. Одним нациям позволялось организовывать собственную республику, собственной властью, законодательной, исполнительной, иметь какие-то атрибуты государственной самостоятельности. Хотя таковой самостоятельности у них не было. Но тем не менее. А другие народы, которые по численности были не меньше, а даже больше, они просто назывались народами, а не нациями, и они не имели самостоятельно вот таких государственных образований. Вот это различие подходов, которые указывало на существование наций благонадежных и неблагонадежных, получило продолжение в пятой графе паспорта, где указывалась национальность. Эта национальность фактически свидетельствовала не просто о благонадежности представителя этого этноса, но она еще была, как пишут специалисты, индикатором его социальной и личной судьбы. Были нации, которым был заказом поступление в высшее учебное заведение. Немцы вплоть до начала 60-х годов, может быть, я ошибаюсь в дату, но я в конце 80-х годов познакомил с немцем из Казахстана и он рассказывал об этом. Он упал с лошади и поломал ногу, так его не брали в больницу. Он сменил фамилию, врач сменил фамилию только его тогда положили. Важным средством социальной мобильности в Советском Союзе вертикальной мобильности были вузы. Чем вузы сегодня не являются. Поэтому дети крестьян рабочих поступая в вузы они пополняли интеллигенцию, становились руководителями, пополняли элиту страны. И здесь был избирательный подход. Михаил Григорьевич знает. Были черные списки вузов, были красные списки. А все это свидетельствовал о чем. То, что декларированные принципы и политика не совсем совпадают. не совсем совпадают. Причем в СССР руководство и идеологический аппарат не утруждал себе желанием как-то объяснить вот это противоречие. Вот это не совпадение. А всякое инициирование рассмотреть эти вопросы конечно они пресекались. Теперь еще один важный момент. Еще один важный момент это то, что сама национальная политика в советское время не отличалась последовательностью. В чем она проявляется? Это не последовательность. Но с одной стороны безусловно была идея и цель развить все национальные окраины. Поднять их экономически в социально-культурный уровень. И мне который жил в то время и который бывал в национальных окраинах не является дискуссионным вопросом о больших достижениях Советского Союза в этой области. Народы, которые не имели даже своего алфавита, я уж не говорю о грамотности, эти народы оказались сегодня среди субъектов исторического процесса. Они являются важнейшими игроками международной экономической политической жизни. Это Казахстан, это Азербайджан, и Туркмения, и Узбекистан, и многие другие. Республики. Еще раз говорю, они не только государственные государственности не имели, многие из них, но и своего алфавита. Сегодня об этом почему-то забывают. Кстати, об этом пишет Изоркин. Об этом пишет Изоркин. И это давало основание зарубежным специалистам называть СССР империей наоборот. В каком плане в том, что конечно определенная часть, большая часть этой территории была захвачена русскими, определенная часть была присоединена в связи с тем, что это население желало давно присоединиться к России. Но эта Российская империя в подлинном смысле слова не была империей, особенно в Советской войне. если она отдавала многое для того, чтобы поднять экономический, социальный, культурный уровень этих стран, можно ли назвать это империей? Нет. Отсюда и название. Это империя наоборот. Это действительно так. Это действительно так. Более того, в некоторые республики уровень экономического, уровень жизни населения в некоторых республиках был выше, чем в России. вот в 80-х годах. Особенно со второй половины 80-х годов. Я был во многих республиках, это я знаю. Это я знаю. Итак, было много сделано для того, чтобы выравнивать социально-экономическое, культурное развитие стран. Но с другой стороны, власть поощряла национальную элиту на сохранение национальной особенности. на сохранение и развитие национальной идентичности. В этом, кажется, нет ничего плохого. И это здорово. Поэтому меня, скажем, шокировало. Вот тут, по-моему, год назад по центральному телевидению выступала одна дама из шоу бизнеса и говорила, вот в советское время фольклорные песни были запрещены, а сейчас, слава богу, мы можем это петь через телевизию, но это несуцветная чушь и глупость. Это несуцветная чушь и глупость. А власть поощряла развитие и сохранение национальной идентичности. Но что это означало? Эта национальная идентичность это границы чего? Республик. 15 республик. Но эта национальная идентичность это еще автономии, которые ревностно смотрели на статус национальных республик. И если посмотреть внимательно, то мы увидим, что развал СССР произошел исключительно по границам бывших союзных республик. ибо эти границы, которые во многом были проведены искусственно, эти границы во многом с точки зрения этнических правоведов были искусственны и нелегитимны. Вот этот раздел народов по этим искусственным границам создал новую проблему после развала. Это вопрос о легитимности существующих границ. Если в Советском Союзе вопрос о легитимности не рассматривался, он был под запретом, то после развала он стал на повестку дня. абхазы завопили это от чего они должны входить в состав Грузии. Если у них государство такое же древнее, как у Грузии. Осетины тоже. Но здесь бы хотел сказать вот о чем. Вопрос этот был бы может быть чисто теоретическим, если бы вот одна такая ситуация. Вопрос о легитимности создал условия для обсуждения и осмысления национальной идентичности. Ведь как можно обсудить проблему легитимности, если вы не обсуждаете национальную идентичность. Поэтому вот эта проблема легитимности вызвала острый интерес к национальной идентичности. А острый интерес к национальной идентичности вызвал всплеск национализма по всей территории Советского Союза. И отсюда то, что объявил Гамсахурди, помните, гражданином Грузии не может быть человек, который не родился позже по-моему 18-го или 19-го века, у которого корни более молодые. он уже не грузин. Национализм проявился во всех республиках. Причем особенно остро на первых этапах именно во всех национальных республиках. В том числе и в России. В России этот национализм дал о себе знать не без скажем повода, который давала центральная московская власть. О чем речь идет? Это Ельцин в борьбе с центральной союзной властью ездил по всему союзу и обещал я вам дам столько суверенитета сколько вы проглотите. И Татарстан объявил о суверенитете. Вслед за Татарстаном Башкир Башкирия стала Башкирия и другие автономные республики. Но с юридической точки зрения это нонсенс. Что означает суверенитет в рамках единого государства. А это означает то, что руководство Татарстана не сказало, но зато сказало руководство Турции. Оно тут же признало суверенитет Татарстан. Фактически именно в это время возникает проблема сохранения России. Следует сказать, что вот этот развал, который произошел в Советском Союзе, он был обусловлен не только вот этим разрывом между политикой и теорией, декларированными принципами и действиями, но и он произошел потому, что национальная политика не опиралась на глубоко научно обоснованную, фундированную теорию, отражающую сложные, реальные страны, отражающие социальные тенденции. Стало очевидно, вот тогда, в конце 80-х годов, мы на у нас были совещания разные общественолюдов, Михаил Григорьевич наверное помнит, вот тогда активно обсуждалась проблема нации. Тогда стало очевидно, что марксистская теория нации не совсем соответствует реальности. если союз развалился, единство всех наций было фактором, который давал основание гордиться страной, мы выиграли Великую Отечественную войну, потому что все были едины. Потому что Памфиловская дивизия, которая защищала Москву, она рекрутировалась из Средней Азии. И они тогда не ставили вопрос, чей этот дом и чья столица. То же касается всех других наций. Понимаете? Это действительно фактор могущества. Но этот фактор могущества вдруг оказался слабым звеном. Почему? А потому что нет, вот эта теория оказалась отстала от социальной реальности. Но чтобы быть объективным, надо сказать, что и за рубежом нет соответствующей теории. Я об этом скажу, а сейчас вот о чем. Нельзя сказать, что в советское время ученые не обращали внимания на проблему нации. В 60-х годах журнал «Вопросы истории» организовал широкую дискуссию о нации, в ходе которой большинство ученых пришли к выводу, что сталинское определение нации следовало дополнить двумя признаками. Это государственность и самосознание. И вот эти идеи оказались востребованы в конце 80-х, в начале 90-х годов. Дальше в 70-х, 80-х годах в научных публикациях активно обсуждалось появление такой социальной реальности как советский народ. Впервые по относительно того, что у нас возникла новая историческая общность советский народ, было, если мне не изменяет память, сказано на 26-ом сезе КПСС. Ну а потом, если на сезе это появилось, но это говорил не сам по себе Брехин, ему подготовили ученые. Вот эта проблема стала обсуждаться. И об этом надо сказать в связи с чем. Потому что эта проблема сегодня становится актуальной. Что такое советский народ? И тут это историческая общность. Одни ученые говорили, что речь идет о формировании новой нации. Новой нации. Это соответствует тем прогнозам классиков марксизма реминизма, о которых я говорил. что социализм разрушит национальные перегородки. Другие шли еще дальше и говорили, что речь идет о возникновении новой этнической общности советский народ. Но большинство ученых от этой точки зрения крайне дистанцировалось. И так возникла вот эта проблема советский народ. И надо сказать обсуждение этой проблемы не было чисто схоластическим спором. А сейчас к этой теме, к этой проблеме снова возвращается. Вот Зорькин в упомянутом выступлении несколько раз упоминает эту проблему, эту идею. Что эта идея не высосана из пальцев. Это действительно так. Скажем, я не русский, это по физиономии видно, но я куда бы ни ездил по союзу, я себя чувствовал комфортно. Я знал, может быть я был немножко наивен в силу молодости, что за мной стоит центральная власть. То ли я на Дальнем Востоке, то ли это я на Украине, сейчас в Украине, то ли за Кавказом. Я гражданин союза. И я чувствовал себя комфортно. Не знаю, как другие, но я думаю, что русские тоже чувствовали комфортно. И национальных республик. Это есть выражение новой возникающей реальности. И она действительно не высосана из пальцев. Теперь вот о чем еще. Еще одна проблема обсуждалась в это время. Это проблема соотношения нации и этноса. При обсуждении этой проблемы фактически победила точка зрения академика Бравлея, которой многие ее придерживались, по-моему, Козлов и другие. Смысл такой. Надо различать нацию и этнос. Этнос надо понимать в двух смыслах. Широком, что связано с этносоциальным организмом. И таких этносоциальных организмов было три. В соответствии формации. Нация возникает на третьей ступени, в эпоху буржуазии, в буржуазной формации. И понятие этнос в узком смысле слова, которое он называет для развлечений, этникоз. Этникозы могут быть в рамках этносоциального организма. Значит, вот такое деление. Но вот такое деление, такое деление создавало определенную проблему. Какую проблему? Было очевидно, что строгих, четких, объективных границ, которые проводят различия между нацией и этносом нет. Территориальный признак есть и у этноса. Социально-экономический при определении этноса можно его не упоминать, но он ведь есть. Самосознание есть, но и нации тоже есть. Но если строгих границ деления между нацией и этносом нет, то на таком основании мою этническую группу называют народностью и лишают ее возможности образовать государство. Стало быть, вопрос чисто теоретический перешел в какую плоскость? Он перешел в политическую плоскость. Вообще национальный вопрос, национальная проблема всегда это не только теоретическая проблема, но и политическая, особенно в 90-е годы. И в этом плане Тишков пишет, что политические выводы, которые делались из отождествления этноса и нации, фактически создали принцип нации киллера. Нации киллера, киллера государства. Фактически это означало распад государства. И то, что Татарстан объявил о суверенитете, Башкатарстан и так далее, Калмыкия кстати тоже. Это и означает, что эта проблема стала убийцей единого государства России. Вторая проблема, о которой пишет Тишко в это время, это упрощенный взгляд на картину мира. Какой? в Испании живут испанцы, в Китае китайцы, в Англии англичане, а в России вот единственная империя, которая распалась, полиэтническая, это Югославия, но она распалась. Следовательно, одна единственная империя, которая осталась, это Россия, которая является анахронизмом. И дальше Тишков пишет, что некоторые его сотрудники прямо ему говорили, русские должны отдать все, что они нахапали. Теоретическая проблема перешла в плоскость политическую. Отсюда он пишет, что политический аспект теоретического дискурса о нации и этносах имел для него и его товарищей решающее значение для определения его позиций. А какая позиция? Тишков был в это время министром национальности. Это второй в истории России министерства. Первое такое министерство возглавлял Сталин. Он был нарком национальности. Вот он был министром национальности и одновременно помощником президента России, то бишь Ельцина, по решению национальных проблем. Исходя из того, что происходит в России, Тишков принял позицию конструктивиста. Какая позиция? Нация пишет он это политический лозунг для националистов. Реально нации нет. Сейчас я вам дословлю. Нация это политический лозунг и средство мобилизации масс, а не научное понятие. Эта категория не имеет права на существование. Таксономические конструкции ученых, что есть локальная этнографическая группа, подгруппа, субэтнос, подразделение этноса и что такое настоящий этнос, являются крайне условными и в большинстве случаев зависит от политики и господствующей теории. Причем последнее тоже есть результат политики. Это КОНООМ Продолжение следует...